ОСОБОЕ МНЕНИЕ НА 101FM Депутата законодательного собрания Вячеслава Егдарова обвиняют в жестоком обращении с животными. Якобы во время охоты он расстрелял двух собак. Об этом сообщает владелец животных на видео, которое размещено в паблике «Плохие новости» ВКонтакте. Мужчина рассказывает, что позвонил Егдарова, услышав звук его снегохода. Был это все, напоминаю, во время охоты. Предупредил, чтобы тот случайно не убил его собак. Депутат, по словам мужчины, ответил со смехом, что уже поздно. Ну и вот коллег, я спрашивала, где все это происходило. Не очень понятны вообще локации на самом деле. Говорят, что это поле, какие-то следы человеческие, значит, тела собак, гильзы и прочее. Ну, ОЗС уже прокомментировала инцидент. В ЗАГС-собрании заявили, что региональный парламент осуждает жестокое обращение с животными. Пытаются сейчас понять, что произошло, подробности, да. И хотели бы получить правовую оценку инцидента. Ну, вот пока вот что знаем, да. Давать правовую оценку, не будучи в курсе, что произошло, на самом деле, это немножко, на мой взгляд, неправильно. В то же время, хотел бы обратить ваше внимание, а не наших слушателей, на следующее. Собаки без хозяина гулять не должны нигде. Любые собаки. Любые собаки. Начиная, вот, простите, баллонки комнатные и кончая мастифом, либо чем-нибудь еще большим. Любая собака, которая без хозяина бегает в черте населенного пункта, за его пределами, это уже, как минимум, административный проступок со стороны хозяина. Если собака безнадзорная, безусловно, ее нужно отлавливать. А если такая безнадзорная собака бегает за пределами населенного пункта, любой охотник, любой вооруженный человек может поступить в сообразную ситуацию. Вне зависимости от поведения животного. Вне зависимости от поведения животного. То есть, неважно, ведет она себя агрессивно или нет. Без лицензии, за пределами населенного пункта можно отстреливать любое время года безнадзорных животных, включая собак. Да ладно? Да не, да ладно, это так и есть, Аня. Я была уверена, что можно как-то, обороняясь, еще что-то нет. Ни место безнадзорным животным вблизи населенных пунктов. Даже если, ну, смотрите, я иду за грибами, у меня выбегает какая-то непонятная лохматная собака. Собаченька выбегает размером с хорошего теленка. Ну, у меня ножик складной. Я, конечно, ножиком с трудом буду обороняться, но если будет нападать, буду. В данном случае на лицо охотник, имеющий лицензионное разрешенное огнестрельное оружие, отстрелил безнадзорное животное. Ничего страшного. Какие-то, если будет установлено, что собаки не представляли угрозы для человека, санкции будут? Собаки, собаки, не представляющие угрозы для человека, не должны бегать без хозяина. Собака – это домашнее животное. Свободный выгул домашних животных не допускается. Я сам в свое время, как кошатник, был удивлен о том, что я даже своего кота, по большому счету, не должен отпускать в свободный выпас. Но, тем не менее, вот я загородный житель, он у меня сам бродит. Но я прекрасно понимаю, что это может кончиться плачевно. Увы. И никаких, собственно, штрафов, еще чего-то, выплаты, возмещения стоимости. Тут, простите, штраф может получить хозяин собаки, который отпустил их на побегать, на погулять без собственного участия. У нас масса граждан, которые настолько любят своих хвостатых питомцев, что отправляют их погулять и оправиться, выпуская из подъезда, и дальше они носятся по дворам, пугают прохожих, детей, автомобилистов, да кого угодно. Иногда они просто пугают. Таких нужно наказывать. А, простите, охотника, который безнадзорно гуляющее животное застрелил, с точки зрения закона, наказывать не за что. Если бы он, простите, эту собаку связал, истязал, мучил с целью причинить ей невыносимые страдания и прочее, прочее, можно было бы вести речь о каком-то административном деянии, либо уголовно наказуемом преступлении, жестокое обращение с животными. В данном случае применение огнестрельного оружия по отношению к бродячему животному. Безнадзора. Да, правонарушением не является. Вот такой комментарий юриста. Ну, посмотрим, что будет дальше, что установят там законодательные собрания, и что сообщат наши коллеги. Ну, переходим к подведению итогов. Разумеется, крупные уголовные дела мы не можем мимо них пройти. Да, это дело АТП, дело Центральной диспетчерской службы электронного проездного, по которому уже вынесены приговоры. Дело Парк Победы, которое рассматривалось в суде, и, собственно, был приговорен Леонид Ефаркин к определенному сроку наказания, но потом это наказание изменили, человека из-под стражи освободили, что будет сейчас непонятно, потому что дело не прекращено, оно на новом рассмотрении, какие-то дополнительные сведения устанавливаются. Вот хотелось бы об этом поговорить, то есть у нас вот такие уголовные дела на повестке. Могли ли мы, Ян Евгеньевич, год назад ожидать такого исхода? Бегство и возвращение Дмитрия Никулина, да? Под домашним арестом Владимир Быков, это-то вообще что-то уникальное и удивительное, мне кажется, в современной российской политической системе, да? Ну, даже губернаторов берут под стражу и арестовывают, поэтому глава ЗАГС собрания... Да, я сейчас поясню, что я имела в виду, да, ну, то есть вот Леонид, простите, Дмитрий Никулин попытался скрыться, записал видеообращение, вернулся, появился в суде, собственно говоря, получил приговор, да, про Владимира Быкова и про то, что, значит, вот он так или иначе задействован был в том деле, в этом деле, на него указывали там, да, в том числе обвиняемые, говорилось немало, вот, человек при этом не предпринимал никаких попыток скрыться, был здесь и, собственно говоря, вот сейчас под домашний арест помещен. С Леонидом Ефаркиным тоже ситуация такая, ну, на мой взгляд, уникальная, с одной стороны приговорили, с другой стороны, вроде как освободили потом. И все еще непонятно, да, что будет дальше. Ну, как раз, что будет происходить в деле господина Ефаркина, более-менее прогнозировать можно. Значит, напомню о том, что дело закончилось обвинительным приговором. На этапе апелляционного обжалования приговор был частично изменен в части Парка Победы. Дело было возвращено для производства дополнительного следствия. И как раз, на мой взгляд, в данном случае следует ожидать, что вот этот эпизод будет существенно расширен. И я ожидаю, что как раз Владимир Васильевич будет к данному эпизоду непосредственно подключен. И, насколько говорят мне мои источники, как раз это в настоящий момент является одной из задач, которую ставит перед собой следствие. Поживем, посмотрим. А статус Леонида Ефаркина остается прежним в этом деле? Или не факт? Ничего не поменялось. На мой взгляд, как раз очень тяжело было рассматривать уголовное дело в отношении господина Ефаркина, вменяя ему функцию фактически главного интересанта заказчика без исполнителей и организаторов. Почему? Потому что все-таки продажа части Парка Победы с точки зрения административного регламента была обставлена достаточно грамотно. Там и депутаты голосовали. По закону все было сделано вроде бы как? Ну, внешне. Внешне, да. Видимость законности имеет место быть. Ключевым моментом здесь остается вопрос, знали ли депутаты, которые голосовали за продажу части Парка Победы, что в последующем целевое назначение этого земельного участка будет изменено, и фактически никто не планирует размещать там какие-то объекты рекреационного назначения. И изначально планируется использование этих земель для многоэтажного жилищного строительства, что кратно повышает рыночную стоимость этого участка. По-моему, вот этот как раз факт является ключевым, и именно его следствие сейчас и рассматривает. Плюс, опять же, насколько я имею информацию, в настоящий момент проводится несколько экспертиз с целью установления размера рыночной стоимости земельных участков, которые были отчуждены при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции. По обвинению еще одного господина Ефаркина было установлено, что некоторые погрешности при проведении первой экспертизы имели место быть, и в настоящий момент следствие дорабатывает до конца тот материал, который у него есть. Я полагаю, что ближе к концу весны это дело, скорее всего, уже попадет на новое рассмотрение с увеличенным составом фигурантом в суд первой инстанции. То есть апрель-май, где-то так? Ну, я полагаю, что где-то так. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, 20 секунд, и еще уголовные дела у нас на повестке. Яныч Батарев, юрист в нашей студии. Мы продолжаем подводить итоги года. Начали с громких уголовных дел. Папорку Победы Яна Евгеньевич прогнозирует возвращение дела в суд примерно апрель-май, конец весны, вы сказали, да? Да. Уголовные дела, дело ЦДС, дело электронного проездного. Я помню, когда вынесли приговор фигурантам этих уголовных дел, их, по-моему, четверо, если я не ошибаюсь, и там еще какое-то было неустановленное лицо в администрации, да? Вдруг установлено. Четверо их приговоренных от трех до трех и семи сроки наказания, насколько я помню, да? И вы писали у себя в Фейсбуке, что не очень значительно это наказание. Ну, это достаточно щадящее наказание. Следствие и суд приняли, безусловно, во внимание и состояние здоровья осужденных в настоящий момент. И то, что дело рассматривалось особым порядком, государство ценит, когда подсудимый не защищается. Возвращается из Грузии. Ну, да, безусловно. Значит, то, что какие-то были предприняты попытки к компенсации ущерба, который был причинен, и прочее, прочее. Поэтому три с небольшим тире четыре года за подобного рода многомиллионные хищения, ну, это очень-очень лояльно, очень лояльно. Вот смотрите, когда выносились приговоры, сразу же после этого было обсуждение жаркое достаточно в социальных сетях. Были люди, которые с вами там солидарны, были люди, которые говорили, что, простите, пожалуйста, у нас надвигается 9 мая, у нас большой юбилей Победы. И не факт, что приговоренные эти сроки наказания отбудут, потому что будет амнистия. Да, отбудут, куда они денутся. А они подпадают под амнистию? Вот давайте. Давайте. Амнистия объявляется в Российской Федерации не решением президента, а постановлением, специальным постановлением Государственной Думы. Как правило, по практике вопрос об объявлении амнистии рассматривается достаточно скоро, быстро. Обычно примерно где-то за месяц начинаются обсуждения, и ближе непосредственно уже к самому празднику выходит соответствующее постановление. Но традиционно никогда, ни при каких условиях под амнистию не попадают тяжкие статьи. Растрата, мошенничество, хищение в особо крупных размерах, свыше миллиона рублей, а здесь многомиллионные хищения. Десятки миллионов там, да? Под амнистию не попадали на протяжении последних десяти лет. То есть я правильно понимаю, что ни сотрудничество со следствием, ни признание вины, ни возмещение ущерба... Извините, перебью, если... Не сыграет свои роли? Нет. Не первая судимость? Тоже нет? Нет. Значит, обычно во внимание принимается что? Значит, у нас государство достаточно лояльно к участникам Великой Отечественной войны. Не та категория. Категорию, да. Уважаемые господа, не подпадают. Значит, либо к лицам, которые награждены соответствующими государственными наградами, опять же, связанными с участием в Великой Отечественной войне, тоже не подпадают. Инвалиды в Великой Отечественной войне не подпадают. Беременные женщины не подпадают. Поэтому здесь, еще раз, даже если человек является инвалидом, ветераном, участником, вот все возможные, какие есть только, собственно говоря, основания, можно предусмотреть, но он совершил преступление, которое относится к категории тяжких, либо особо тяжких, он просто автоматически под амнистию не подпадет. Амнистия предназначена для того, чтобы сократить число граждан, отбывающих наказание, осужденных за преступление небольшой, средней тяжести. Это какие, например? Ну, например, ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека. Значит, возможно, это какое-то... Подождите, а пьяное ДТП подпадает под амнистию? А несправедливо как-то получается? Ну, почему все-таки пьяные ДТП сами по себе отличаются от, например, умышленного лишения человека жизни тем, что при совершении дорожно-транспортного человека человек может быть халатно относится к правилам дорожного движения, но не желает смерти тому человеку, который в результате, например, и пострадал. Все-таки это определенная случайность здесь присутствует. Говорить о том, что это преступление умышленное, ну, тогда это убийство. Слушайте, я бы поспорила на самом деле. Я считаю, что причинение, пусть и многомиллионного вреда, это значительно меньший грех перед обществом, чем чья-то забранная жизнь, особенно если это произошло, извините, в том числе потому, что ты пьяный, сел за руль. Может быть, я с вами и готов был бы согласиться, я все-навсего пытаюсь донести мысль, потому что вот ближе к майским праздникам, к 75-му юбилею, наши депутаты обязательно соберутся и будут обсуждать возможность объявления амнистии. И будут точно так же обсуждать, какие категории граждан будут подлежать амнистии, по каким преступлениям, а какие не будут подлежать амнистии. И опять же, по практике, как правило, начиная с 2000 года, когда была последняя большая достаточно амнистия, ни одно тяжкое преступление под амнистию не подпадает. Расстрата, хищение в особо крупных – это преступления, которые относятся к категории тяжких. Именно поэтому господам Рыболовлеву, Ганьбея, Никулину, Чичебабину было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания все-таки в колонии общего режима, не в колонии поселения. Именно потому что их преступления относятся к категории тяжких. Ага, и переквалифицировать место тоже нельзя, то есть там общий режим на колонию поселения тоже нет? Теоретически возможно, да, но на практике так не происходит. Это должны быть какие-то исключительные обстоятельства, которых суд в данном деле не усмотрел, ограничившись назначением наказания по нижней планке, скажем так. Что будет с Владимиром Быковым? Вы уже сказали, да, апрель-май, дело Парка Победы, и, возможно, Владимир Васильевич там появится, да, в определенном случае. Я, честно говоря, исхожу, Аня, из чего. У меня не так много информации в отношении, что происходило на самом деле, очевидцем не было, но тем не менее. Все фигуранты, свидетели, допрошенные по делу Парка Победы, обозначают достаточно активную роль именно Владимира Васильевича в лоббировании данного вопроса. Если следствие сумеет доказать какую-то материальную заинтересованность, ну, фактически здесь я буду очень-очень неудивлен, если будет Владимир Васильевичу предъявлено соответствующее обвинение. Мне кажется ли вам, что в некотором смысле начали органы следствия общественное мнение готовить к какому-то решению, потому что вот у меня вопрос. На прошлой неделе фактически, да, выложили в общий доступ и фотографии, и видеоматериалы работы там, да, органов в месте проживания Владимира Быкова, да. Зачем вообще все это происходит? Вот зачем нам показывают арестованные имущества, там, да, сколько человек нажил непосильным трудом? Ну, нам не показывают арестованные имущества, какая-то уточка информации имеет место быть. Честно, я могу Аня это только приветствовать. Серьезно? Конечно, если государственные органы пытаются, пусть дозированно, но давать общественности какую-то информацию о своей деятельности, мы с вами имеем возможность в настоящий момент обсуждать подобного рода проблематику, и при этом никакой товарищ майор рядом с нами не стоит и, что мы говорим, не контролирует. Ну, это же хорошо. Любой здравомыслящий человек, получая информацию из разных источников, безусловно, может составить свое какое-то мнение, тождественное с нашим, либо отличное от него. Чем более многообразное мнение в обществе, тем ближе мы к истине, собственно говоря, и тем больше мы можем называться демократическим обществом. В этой части я, безусловно, приветствую, что правоохранительные органы дают информацию. Может быть, конечно, она носит немножко такой жареный характер. Я не знаю, мне кажется, это что-то злорадство какое-то просто. Может быть, может быть. Вот посмотрите, а сейчас мы это все арестуем. Все люди, все человеки. Ну, я ничего в подобного рода сообщениях компрометирующего Владимира Васильевича не нашел. Ну, чего там, показали сувенирные кортики, ну, бог с ним, но дарили и дарили. Книгу в золотой обложке. У меня нету золотой обложки, но я такие не собираю, мне и не дарят. Ну, и что? Ну, показали и показали. Если суд признает Владимира Васильевича в чем-то виновным на это имущество, которое было арестовано... Взыскание наложено. Обращено взыскание, как по делу господина Белых. Личную машину его продали, псалтирь, по-моему, часы... То есть выставят на продажу? Да, и за счет этого будет гаситься тот ущерб, который будет установлен следствием и судом. Это нормальная деятельность нормального порохланилильного органа. Ну, естественно, публике, безусловно, не интересно, что было найдено, на что было обращено взыскание. Вдруг там упаси бог труп участкового, значит, либо склад царских золотых монет. Ну, вот первое, это точно дорогое не продажа, а второе, может быть. Ну, мы шутим так, да? Еще одно громкое дело, дело, которое перешло во второй год, да, уже своего, там, не знаю, своей жизни, своего наличия. Это дело по Александровскому костелу, в котором вы принимаете непосредственное участие в одной... В качестве, я не знаю, сопровождения одной из сторон, да? Да, я представляю интересы местной религиозной организации, общину, пресвятую сердце Иисуса. Католики кировские. Ну, да, ну, да. Кировские католики. Ян Евгеньевич, я, честно говоря, когда вот мы эту тему тогда взяли в эфир, и вы тогда, я помню, нам звонили в эфир, да, с репликой своей, и потом как-то сказали, что да, вы готовы подключиться к этому безвозмездно. Отец Григорий Зволинский и нашел меня, спасибо вам, что вы телефон мой порекомендовали ему. Вот. Мы встретились, пообсуждали, сотрудничали. Я, честно, не думала, что это настолько долго будет продолжаться. Это процесс, вот по вашим прогнозам, он сколько будет тянуться еще? Да черт его знает, извините, вот, богохульствую, но тем не менее, все ведь упирается в деньги. Вот, на мой взгляд, закон о возврате имущества религиозного назначения верующим, религиозным организациям, он очень простой. Если вещь сохранилась, отдайте. Тем более, что государство декларирует, что это не произойдет завтра, послезавтра. Возможно, срочка на срок до шести лет, в течение которого правительство Кировской области может обеспечить Кировскую филармонию соответствующим помещениям, где можно разместить орган, перевести его, и только потом уже передать вот эти помещения непосредственно местное общение. Ну вот, все равно это деньги из бюджета, у нас область небогатая, я прекрасно это понимаю, но меня откровенно ранит то, что, ну вот, из-за сиюминутных каких-то потребностей экономии достаточно жестко прогибается закон. Поэтому мы в суде, у нас нет другой возможности, кроме как отстаивать свою позицию. Назначались экспертизы, проводились экспертизы. Сейчас правительство выражает свое сомнение в качестве проведенных экспертиз, представляет свои какие-то рецензии на заключение экспертов. Мы со своей стороны... Это эксперты, которые сказали, что здание Александровского костюла сохранилось, да? Ну да. Значит, мы представляем рецензии на рецензии, доказывая о том, что рецензенты не вполне объективны, и эксперты сделали абсолютно правильный вывод. Заседание следующее в конце января, по-моему. Это января, и я не думаю, что оно будет на самом деле последним, тем более, что это еще только лишь первая инстанция, когда суд все-таки вынесет решение, и в этой части никаких претензий непосредственно к суду у нас нету. Наоборот, напротив, суд дает возможность обеим сторонам сформулировать, высказать и обосновать свою позицию. Что уж там будет в свещательной комте происходить, мы узнаем в последующем. Когда решение состоится, любая сторона, не удовлетворенная этим решением, сможет, я думаю, будет его обжаловать с тем, чтобы получить объективное мнение суда вышестоящего, апелляционной и конституционной инстанции, либо даже Верховного суда России. Я вот прошу прощения, все-таки я спрошу прогнозировать, наверное, не очень хорошо, но тем не менее, если вы получаете решение, которое не удовлетворяет вас и ваших доверителей, вы дальше до какого предела намерены идти? Ой, вот крамольную вещь опять же скажу, у нас, конечно, нет никаких претензий к арбитражному суду Кировской области, но где-то внутри мы все-таки понимаем, что мы живем в России, и итоговое решение суда может быть не обусловлено нормами закона. Как раз мы проговаривали эту ситуацию и с отцом Григорием, и с архиепископом Челестина Мильоре, апостольским нунцием в Российской Федерации, когда он приезжал на встречу с губернатором господином Васильевым. Мы пойдем дальше, выше, и в любом случае, до тех пор, пока Российская Федерация находится в составе Совета Европы, какие-то шансы получить итоговые решения, отвечающие нормам буквы закона, у нас все-таки сохраняются. Пойдем дальше, пойдем выше, говорит Яна Чеботарев, юрист, и мы на этом делаем перерыв на рекламу, и вернемся через полторы минуты. Яна Чеботарев, в нашей студии мы в перерыве, просто продолжаем с ним обсуждать дело по Александровскому Костелу, и я все-таки хочу задать дополнительный вопрос. Во-первых, я уточнила, Яна Евгеньевича сказала, пока Россия еще в Совете Европы, то есть вы собираетесь пройти всю цепочку российских судов, в случае, если решения, которые будут приниматься на одном уровне, на втором, на третьем, вас и ваших доверителей устраивать не будет, до Верховного суда дойти, а дальше уже в Европу. К сожалению, другого пути нету, просто очень бы не хотелось, но, к сожалению, как-то так получилось, что у нас беспроблемно подобный в роду закон работает исключительно в отношении одного религиозного образования. Одной конфессии? Ну, слушайте, что значит не буду? РПЦ возвращает здание, да, возвращает, остальным нет. В отношении других конфессий проблемы возникают регулярно. Ну, вот, например, в городе Кирове детская филармония на улице Ленина, это бывший старообрядческий молельный дом, не отдали. А они просили? Просили. Католики. Это второй процесс, который сейчас ведется, не отдают, это уже даже не второй, а третий уже будет. А если сюда приплюсовать все наши бумажные перипетии, то, что мы писали, обращались с заявлениями, опять же, непонятно почему. Вот приезжал посол Ватикана, господин Челестина Мильёра, встречался с господином Васильевым. Вроде бы наш губернатор, не знаю, от сердца или для прессы, но пообещал о том, что какие-то пути выхода из подобной вроде кризисной ситуации будут. Подождите, мы их в студии нашей обсуждали, то есть тогда отец Григорий, по-моему, говорил, что готовы до сих пор еще католики на выделение какого-то участка и готовы построить там себе новое культовое сооружение, новый костел. Предложений подобного рода никаких не поступало. До сих пор? Да, последний раз, когда этот вопрос обсуждался, это было еще во времена губернаторства Никиты Юрьевича Белыха, тогда русская православная церковь категорически возражала против представления земельного участка. Потому что рядом православный храм. Да, значит, и вот как раз, я не знаю, как так получилось, после визита непосредственно Нунсе в Киров, когда состоялась встреча католики, были практически через, наверное, месяц лишены возможности даже иногда осуществлять службы в Александровском костеле. Если раньше приход имел возможность за деньги, нерегулярно, но тем не менее, осуществлять какие-то службы в освященном здании костела, то в настоящий момент полностью запрещены любые службы. Нам предлагали подписать кабальный достаточно договор, по которому католики имели бы возможность несколько раз в течение года пользоваться этим зданием, но взамен мы должны были фактически отказаться от права притязаний в арбитражном суде. Конечно, подобного рода решения не было принято, ну и мы в отместку получили запрет фактически проведения службы в здании костела. Ничего себе! Я, честно говоря, после встречи Васильева с представителем Ватикана была уверена в том, что, по крайней мере, на время процесса как-то договорятся люди между собой. Оказывается, все хуже стало. Слушайте, короля играет свита. На самом деле, я более чем уверен, что сам Игорь Владимирович вряд ли контролирует эту ситуацию, вникает в каждое телодвижение своих подчиненных. И очень часто система государственной власти, это беда России, работает, к сожалению, по инерции, с чем мы сейчас и сталкиваемся. Понятно. В общем, ждем тогда 20-х чисел января, 27-го, насколько я помню, да, очередное заседание по делу Александровского костела и переходим к следующим темам. Девять минут у нас остается. Очень важная тема, Ян Евгеньевич. Мы обсуждали ее на прошлой неделе. Мы обсуждали ее в понедельник, 23-го декабря. В нашей студии был Владимир Шабардин, который пришел с коробочкой, купленной в сетевом магазине, торгующем алкогольной продукцией в том числе. Значит, там, в этой коробочке, так называемые снюсы. Маленькие пакетики некого вещества, содержащего никотин в большой концентрации. И Владимир Шабардин приводил нам пример. Он говорил, что один пакетик вот этот, а их в коробочке 24, эквивалентен, значит, двум-трем пачкам сигарет. В чем проблема? Проблема в том, что это не табак, это не жевательный табак, как говорят снюсы, жевательный табак. Это не так. Это просто никотин, содержащая некая смесь. И, соответственно, на нее не распространялся запрет о запрете реализации табачной продукции несовершеннолетним. И вот после того, как мы здесь об этом поговорили, я уж не знаю, вряд ли это, конечно, мы виноваты в этом, Дмитрий Медведев, председатель правительства нашего, написал у себя в Фейсбуке гневный пост. И после этого снюсы фактически в течение одного-двух дней решили запретить повсеместно, по всей России, не только несовершеннолетним, но вообще всем. Сейчас побежал Роспотребнадзор по магазинам, проверяет, значит, где что продает, где что есть, значит, все это изымается, все куда-то девается, куча новостей, все это, значит, полнится интернет и прочее. У меня только один вопрос, Ян Евгеньевич. А вот люди в магазинах, продавцы и предприниматели, которые закупают этот товар, до запрета Медведева не понимали, что они продают коробочку с 24 пакетиками, каждый из которых эквивалентен двум-трем пачкам, несовершеннолетним, и это ненормально. Спрос диктует предложение. Если у нас не было регламентировано продажа подобного рода дряни детям, ну, значит, это было законно. Было ли это морально, это большой вопрос на самом деле. Мне кажется, тут нет никакого вопроса, это было морально. Морали деньги, вещь, к сожалению, зачастую несовместимая. Мне не повезло, рядом с моим офисом находится магазинчик, который занимается в том числе и реализацией косметической продукции, и я наблюдаю, как очень большое количество граждан покупают различного рода косметические препараты, однако используют их не по прямому, скажем так, назначению. Не лицо протирает. Ну, не лицо, да, из желудка. И не руки, да. Так, и до сих пор не могут побороть это никак, да? Не могут, не хотят, потому что это большие деньги в этом бизнесе. В части вот подобного рода изделий, веществ и прочих вещей, ну, я думаю, что, может быть, рынок не настолько насыщен деньгами, и государство все-таки решило хоть каким-то образом защитить права населения. В конце концов, у нас есть масса легальных наркотиков, которые можно употреблять. Мы их не будем пропагандировать сейчас. Не будем, не будем, но их можно купить в любом магазине по достижению определенного возраста, 18-21 год, добро пожаловать. И дальше уже порти свое здоровье, как ты сам считаешь нужным. Зачем нам еще вот это непонятно какая химия? Поэтому, на мой взгляд, ну, ничего страшного не произошло. Да, наоборот, хорошо, что произошло. Вопрос в том, почему не произошло раньше, и почему общество не регулирует. Такие вещи. Почему нужен пост в Фейсбуке от председателя правительства страны, чтобы все начали бегать и что-то там запрещать и изымать. И не продавать. А не, вот это наша беда, излишняя централизация нашей власти и приводит к тому, что фактически решение любых проблем возможно исключительно в ручном режиме. Когда господин Медведев, либо наше все... Владимир Путин. Да, примет какое-то управленческое решение, вот тогда проблема как-то решается. Быстро, медленно ли, но тем не менее хоть как-то решается. В данном случае у нас есть депутаты, должны быть депутаты, которые должны решать эти вопросы. У нас должны быть чиновники, которые помимо, простите, тупого исполнения уже заданной программы инструкции, должны какую-то разумную инициативу проявлять на местах, докладывая вышестоящему руководству о том, что вот есть проблема со снюсами, там, не знаю, с пайсами, еще чем-то, и что там еще придумают, собственно говоря. Немедленно кидаемся и решаем. Неэффективность системы государственного управления, на мой взгляд, она очевидна, и на мой взгляд это очень опасно и может привести к большим проблемам в ближайшем будущем. Я соглашусь. И у нас 4 минуты остается, Ян Евгеньевич, и боюсь, что про дороги мы с вами не поговорим. Я хочу поговорить про безопасность. На дорогах? Нет. Вообще? Вообще, в целом. Ну, во-первых, новогодние праздники предстоящие и новогодние гуляния на театральной площади. Это, кстати, не первый год происходит, но вот у меня вопрос, зачем нам пропускной режим и пропускные пункты на театральной площади? И почему в советское время их не было, и тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы все было хорошо? Это первый вопрос. И второй вопрос, вы знаете, наверное, да, что с января вводится система досмотра пассажиров на Кировском железнодорожном вокзале, мы об этом говорили на прошлой неделе в разворотах, и Наталья Бутырина, представитель нашего отделения ГЖД, рассказала нам, что досматривать сумки пассажиров таким ручным специальным приборчиком будут в том числе и в конкурсе. Вот, ну, либо перед ним, либо после, да, то есть люди, которые выходят на платформу, на вторую, на третью, и потом переходят железнодорожные пути вот по этому вот пристрою. Там и так очередь всегда. Ну, на мой взгляд, это просто определенная глупость. Вы сейчас про театралку или про конкурс? Про конкурс. Так. Во всяком случае, досматривать граждан, которые отъезжают или вылетают, на мой взгляд, это разумно с точки зрения авиационной, транспортной, какой угодно безопасности. На безопасность прежде всего, но в то же время, если человека уже досмотрели, когда он садился, например, на поезд, зачем его досматривать по прилету? Мало ли, он что-нибудь там вышел где-нибудь в Костроме и купил. Господи. Ну, при таком ракурсе, простите, вы как сумеете проконтролировать, что этот человек со своим чемоданом в город Киров попал именно через конкурс? Да. Я, простите, через путь не могу пройти. Это правда. И регулярно являюсь очевидцем, что действительно народ, приезжие, особенно с небольшими сумками, не тащится через все эти наши подъемы, обледеневшие ступеньки, через весь конкурс спускаясь. Они просто идут через пути, это гораздо ближе в шаговой доступности. Хоть и небезопасно. И никто этому не препятствует. Не вижу, на самом деле, здесь большого эффекта от таких действий. Более того, будет куча недовольных и, на мой взгляд, правильно недовольных. То есть вы все-таки больше за то, чтобы как-то было более грамотно это все выстроено? Более грамотно. Логистика должна быть выстроена. Если мы декларируем о том, что это необходимо для обеспечения безопасности, тогда я просто не понимаю, почему этот же пассажир может, тот имеет возможность попасть в город, минуя все подобного рода меры безопасности. Тут дело не в городе, дело в помещении самом. В помещении вокзала он может попасть точно так же. Слушайте, вы знаете, сколько у нас входов в вокзал? Говорят, возле каждого будут стоять. У нас есть масса входов, на которых даже вывески нет. У меня есть ощущение, знаете, какое, Ян Евгеньевич, что будет большое количество недовольных, и в итоге досмотр может превратиться в фикцию. Пропускной режим на театралке? Ну, точно так же. Да или нет? Вы за или против? Я бы, наверное, здесь был против. Почему? Потому что все-таки это место отдыха граждан. Устраивать подобного рода столпотворение у металлодетекторов больших необходимостей не вижу. Тем более, что вся площадь находится под видеокамерами, и, как правило, для проведения подобного рода гуляний, торжеств и прочее, выделяется усиленно нарядами лица. Полторы тысячи будут город охранять? Такие какие-то проявления можно пресекать сразу. Да, и КПП от них не спасет. Не защитит никак, собственно говоря. Ян Чеботарев, юрист. На этом наша программа «Особое мнение» завершается. Я прошу прощения, не успели про дороги, да, но мы в следующем году про них обязательно поговорим и не раз. С наступающим Новым годом. Да, до свидания. «Особое мнение» на 101FM.